вы на канале digital fly сегодня у нас apouture apouture 200x я очень давно хотел потестить эту штуку с того самого момента как они показали вообще эту линейку то есть у них сейчас линейка таких недорогих светильников называется amaran давайте смотреть что внутри и потом еще сравним с годоксом и селькой 200 бикалорной открываем коробку кейс у нас здесь нету есть наклейки бумажки это нас рефлектор сразу пройдемся по аксессу так у него блок питания здоровенный и есть еще кстати смотрите интегрированная поддержка то есть можно его повесить вот это кстати прикольно потому что часто делают такие странные штуки похожие на какие-то были бандаж и не всегда он удобен светильничек выглядит прикольно пластиковый маленький кстати я бы не сказал что он прям такой уж легкий довольно увесистый так смотрим внутри металлическая вставка это хорошо он очень быстро значит не умрет достаточно прочный пластик это непонятно может быть алюминий кстати есть еще крепление для зонта прикольно можно сразу сюда прикрутить зонт он будет намного дешевле чем рассеивателя сбоку прикольная штучка для снятия защиты у нас версия с иностранной розеткой поэтому нужен будет переходничок не факт что они вообще есть ростест со стандартными европейскими розетками но в принципе это не так страшно еще одна штучка которая мне очень понравилась вот здесь есть зажим если вот эту штуку опускаем он нам верхнюю часть получается открывает а потом тем самым зажимает значит у нас просто так вот этот провод не выскочит нужно поднять и держится очень очень плотно дальше берем и просто за вот эту часть вешаем на стойку вот это кстати на самом деле очень удобная вещица то что повесили вот это крепление потому что не нужно цеплять на стойку ты взял быстренько повесил и начал готовить сет вот это кстати плюс и минус что сейчас именно такой разъем стали делать потому что раньше обычно вот эту стандартную штуку втыкали прямо в моноблок но здесь он выведен отдельно и если он сломается я честно говоря еще не сталкивался не знаю где такие искать ну вроде все выглядит достаточно прочно поэтому проблем быть не должно я слышал про одну особенность амаранов то есть у них есть версия light storm 100 120 по моему до 120 120 300 600 и вот у амарана достаточно странная конструкция диодов то есть если присмотреться вот сюда они идут полосками такими и я видел один из тестов где показали что вот эти полоски их видно вот мне почему стало интересно сделать тест именно на 2 сотку вот именно из-за вот этого строения диода включаем сразу светит на сотку у нас есть интенсивность мы можем нажимать и он переключает нам по 20 процентов очень тугая вот эта штука крутится прикольно как будто прорезиненная так вот это я так понимаю температура нижний порог 2 700 верхний порог 6 500 сейчас включена путюр двухсотка на расстоянии примерно 6 метров сто процентов мощность на камере у нас стоит сейчас диафрагма т2 и 2 айсо 500 25 кадров в секунду выдержка 180 градусов сейчас светит годекс 200 вторая версия бикалорная 5 600 100 процентов у нее нету поддержки приложения в эсэльках по моему только в сотках начали добавлять эту функцию и версии зетона во всех есть поэтому сейчас мы будем руками переключать и опутюр включать через приложение так включаем опутюр сотка путюр так 6 500 сейчас поменяем 5 600 5 600 100 процентов снова годекс и опутюр по ощущениям у опутюр получается такое пятно круглая которая в разные стороны рассеивается скорее всего это происходит из-за рефлектора то есть они у нас отличаются но но мне кажется что опутюр все-таки мощнее давайте еще раз посмотрим годекс сто процентов вентилятор включен и опутюр двухсотка кстати супер быстрый отклик через приложение включить выключить включить выключить с этим вообще проблем никаких нету давайте посмотрим на теплом режиме у года с двухсотки минимальное значение 2 800 кельвинов у опутюра 2 700 но будем смотреть на 200 2 800 чтобы было честнее так вот это годик сто процентов 2 800 и опутюр пока не понимаю есть ли разница температуре да ну видимо опять же из рефлектора все таки немножко по-разному все это выглядит но все таки но но мне кажется что опутюр все таки мощнее то мне нравится в этом светильнике он достаточно маленький то есть он намного меньше чем двухсотка от годекс что не очень нравится это вот это вот крепление она вроде выглядит достаточно прочно и массивно но все таки не знаю я привык к таким штукам большим металлическим которое можно использовать там как угодно и поставить например под углом либо если у вас там дома какая-то студия либо какие-то есть стойки которые вешаются например на на потолок то с годексом можно сделать вот такую вот вещицу если у вас стойка стоит и стены бывают такие стойки манфрота то мы можем повесить светильник вот так вот это прикольно но с другой стороны как бы у нас тут есть поворотная голова маленькая конструкция очень компактный свет и очень-очень мощный то есть сейчас он светит на температуре 5600 в теплоотражателе на 60 процентах то есть например опустим до 50 довольно яркий я считаю что можно подсвечивать даже какие-то вещи если у вас нет рассеивателей октобоксов соутбоксов и так далее использую просто обычный отражатель 200 амаран стоит 349 долларов ну плюс там налог если вы заказываете из америки плюс доставка получится что-то там районе 30 тысяч рублей я считаю это совершенно небольшие деньги для такого света потому что он легкий компактный в принципе не занимает совершенно много места но можете сравнить вот пожалуйста вам двухсотка годокс здоровенный даже не знаю как сказать здоровенная бочка и маленький кирпичик похож на буханку хлеба апатюру 200 икс все эти светильники вы можете купить в магазине 100 фото ссылку я оставлю в описании по промокоду digital сла и вы получите на них скидку а студии нам предоставили цитрус фото ссылку я тоже оставлю в описании все для этого выпуска хватит